приветствую всех меня зовут василий клочков я художник из города москвы более подробную мою биографию моя работа кому интересно можно найти в интернете написав поиски мира василия клочкова но сегодня я хочу представить вам свою работу выполненную в технике цветной графики это масляная пастель и масло холст на карту холст на подрамнике под названием бог из бездны размеры этой работы 80 на 90 сантиметров эта работа выполнена в такой своеобразной точечной техники помимо вложенного смысла я также хотел создать в этой работе такой оригинальный графический стиль оригинальную эстетику своего рода изобразительный код который бы сильно выделял ее на фоне того что уже было сделано в искусстве на создание данной работы на меня повлияло несколько вещей ну во первых я как-то давно наткнулся в интернете на фотографию наса если не ошибаюсь 1998 года с изображением так называемого черного принца это таинственный объект который уже 13 тысяч лет браздит пространство нашей орбиты и является загадкой для ученых с точки зрения природы своего происхождения меня поразила сама атмосфера этого снимка вот этот загас мосфера загадочности где черный принц выступает таким посланником вселенной и сам объект его силуэт его эстетика сильно повлияли на создание моего образа также на меня в свое время оказал определенное влияние писатель работавший жанре черной фантастики говард филлипс лавкрафт с его целой галереи чудовищных монстров обитавших в мире пустоты и стремящихся проникнуть в наш мир и последний пункт который меня повлиял это такой культ материализма культ науки и бездуховность современной цивилизации и моя работа также является противовесом современному модерну и постмодерну который полностью захватил современное западное общество но я считаю что за пределами человеческого мира за пределами человеческих понятий добра и зла существует другое более высшее измерение это измерение великой бездны измерение хаоса это то с чем нельзя договориться это то что нельзя познать обычной логикой или наукой это то что находится над современными понятиями модерна и постмодерна мировоззреннической скорлупе которых отсутствует и даже отрицается существование бога и высших сил а тот же модерн зародился на двух основных высказываниях рене декарта о том что если я мыслю следом я существую а также я сомневаюсь во всем кроме сомнения тот же постмодерн базируется на полном отрицании не только объекта но даже и субъекта но тот высший мир о котором я говорю о оказывает решающее влияние в том числе и на наш мир отсюда появляются такие феномены как судьба фатум задумайтесь вы рождаетесь не по своей воле вы выбираете семьи вы не выбираете семью страну в которой родитесь вы умираете тоже не по своей воле это и есть появление той высшей силы и бог из бездна которого изобразил является символом этого высшего измерения символом иррационального и непознаваемого а тот пресловутый культ науки о котором я упоминал ранее культ материализма это скорее такое клик такой коллективный бессознательный страх перед этой непреодолимой и могущественной силой я также изобразил в руке бога из бездны символические песочные часы с человечком внутри как напоминание об ограниченности человечества которые находятся в рамках времени в плену материи и в плену фатума это также напоминание о том что человеческая жизнь это как птица которая из мрака пролетает над костром этот костер на какое-то мгновение на секунду осветил ее а затем она снова скрывается во тьме также и люди они мыслят и судят обо всем только исходя из того света крошечного света который дает им их маленький костер но они не могут увидеть и познать той могучей непреодолимой непознаваемой силы которая глядит на них сверху из бездны на этом все я желаю вам удачи пока